...чисто графические, эстетические. И я надеюсь, что и зрители тоже это почувствуют. Что эти все графические элементы имеют не только прикладное значение, они могут быть просто красивыми. То есть, можно сказать, что в принципе это и какая-то высшая цель вашего творчества, что ли? Что техника, это не всегда чисто технические какие-то элементы, а еще искусство и как? Ну, можно так сказать, по крайней мере, на этой выставке, мы так пытаемся сказать, у меня есть еще какие-то темы, темы истории, например. Вообще, я так, когда пытаюсь на себя посмотреть со стороны, я понимаю, что я еще и историк Рыльев. То есть, я занимаюсь в основном Волгой, хотя не только, вот вы видели работу, связанную с Татищевым, это как бы уральская тема. Я занимаюсь историей, но тоже в очень странном таком ракурсе. То есть, это не статья историческая, это не книга, не фильм, а это какая-то такая чудаковатая немного вещь, которая действительно либо в книге, либо в звуке, либо в анимации, но речь-то идет об истории. Поэтому, с одной стороны, я такой как бы естествоиспытатель, да, а с другой стороны, я как бы историк. То есть, вот художник, который вообще работает на чужом поле, кстати, для современного искусства это очень характерно. Там художник все время забирается на чужое поле, на поле политики, на поле моды, на поле науки, как в моем случае. А если говорить про медиакниги, вот в нашем, да, привычном, наверное, понимании, вот мы видим на экране, анимация, да, на рентгаре медиакниги. Но ведь это не совсем так, да, что в вашем определении медиакнига? Я не знаю, видите, понимаете, нет такого строгого определения. Вот аудиокнига, это, в принципе, книга, которую читает кто-то там, Гиктор, да, человек слушает в автомобиле. У нас аудиокнига – это нечто другое. Это когда, вообще говоря, какая-то графическая структура, ну, например, там, какой-то график, да, уровень воды в Волге вдруг превращается в звук. То есть вот для моего круга художников, для нас медиакниги – это какие-то, вот, книжные объекты, связанные с каким-то современным техническим медиа. А современные технические медиа – это вот фотография, кино, анимация, телевидение, радио, вообще звукозапись, звукоизвлечение, да, техническое. Вот это все нас интересует. И компьютерная программа, конечно. Поэтому, когда мы говорим в медиакниге, мы предполагаем, что есть вот графический футляр какой-то, да, вот книжка, а к ней еще электронный слой, который может быть на экране, может быть где-то там в наушниках. Он автономен, но он связан сюжетно с этой книгой. Вот так мы это понимаем. То есть изначально вы занимались просто художественными книгами, да, а потом уже перешли… Да, просто мне не хватило, я как-то хотел использовать вот эти новые форматы, в которых мы живем, да, мы сейчас очень живем все в медиа, да, мы сейчас много что получаем через радио, через телевидение, через движущиеся картинки. Почему бы не поработать с этим специально? То есть я понял, что мне вот мало просто графических циклов, каких-то графических серий. Не хочется, чтобы чего-то там еще звучало, двигалось и превращалось одно в другое. Все это в итоге, конечно, выходит на компьютерные технологии. Понятно, что мы делаем с помощью каких-то компьютерных средств. А допустим, вот одна работа, например, насколько занимает по времени и какая команда над ней работает? То есть вот ваша задача состоит, ну, в чем она состоит и дальше? Как эта работа пробегает? Ну, как правило, все-таки это мои персональные работы. Ну, скажем, вот мушинный квартет, да, то, что я вам рассказывал про движение мух. То есть я познакомился с генетиками. Просто случайно на какой-то конференции познакомился, подружился, съездил к ним, да, узнал, что и как. Дальше забрал у них эти материалы, то есть это видеоматериалы, видеозаписи. Дальше я обдумал это, да, превратил, отдал своему товарищу, который превратил это в звук. Другой товарищ сделал флеш-анимацию. То есть мы над этой работой фактически вчетвером. То есть я как бы инициатор, я ее автор все-таки. Но мои соавторы – это один генетик, один программист по звуку и один программист по ролику, по флеш-анимации. Вот четверо. И делали мы это, наверное, в итоге на несколько месяцев. То есть мы никуда особо не спешили. Но вот месяца 4 точно. Тут много рутинного труда. Кстати, в любом научном исследовании, там ведь статья-то вот такая, а сколько там измерений за этим. У нас примерно так же. У нас очень много было рутинных измерений, положение каждой в ухе, скорость, мы на глазок, но мы все-таки определяли вручную. Потом это все вносилось в какие-то базы данных, да, в какие-то вот, как правильно называть, ну, наверное, матрицы, что ли, какие-то, да, и дальше обрабатываясь компьютерами. То есть даже некоторые работы, они своего рода ваши научные исследования? Ну, слово научные… Ну, как сказать? Вообще-то, конечно, для меня нет. Но сами генетики сказали, что вообще мы можем использовать этот метод у себя, потому что когда ты все превратил в звук, то на ухо, на слух иногда сразу понятнее, потому что когда ты смотришь на движение этой мухи, ты не очень понимаешь. А потом вот ты вдруг сразу понимаешь, что там ухо, там, допустим, у нее, там, такое вот нейрогенетическое заболевание, да, вот, Альцгеймер, да, вот. Вот, они говорят, мы это можем даже использовать, как такой экспресс-анализ наших результатов. Другое дело, я говорю, ну, давайте тут уж сами меня, потому что все-таки я не считаю себя компетентным, но это все другое будет занятие. Мне надо подружаться, изучать эту генетику, сдавать какие-то экзамены и становиться таким прикладным ученым, да, у меня другие задачи. Но то, что это может быть полезно ученым, оказалось, что это так. Хотя наука это никак не может. И то есть, по сути, вот каждая работа, это, ну, вот, мы видим, да, какой-то итог, но по факту внутри это еще не ясно. Ну, какой-то огромный объем работы дополнительной, да, например, допустим, компьютерной. Ну, да, да, насколько он огромный, я не знаю, есть и больше, как бы, вот, я ориентируюсь на, как бы, коллег, которые создавали водородную бомбу, и там чудовищное количество расчетов было, это, кстати, мало кто знает. Считается, что вот кто-то придумал, а кто-то смастерил, оказывается, там просто было бешеное количество расчетов, и девушки с арифмометра сидели просто там, ряды этих девушек с логарифмическими линейками, арифмометрами, и просто все это рассчитывали. То есть, вот этот труд, он требует очень много расчетов, у меня, конечно, меньше, но что-то общее, наверное, тут есть. И я, как художник, такой вот тоже расчет. А можно нас еще попросить, вот там, в первом...